И снова здравствуйте, всем привет, ZBrush 2019. Давайте в этом ролике рассмотрим, как сделать быстрое, или скорее всего давайте рассмотрим принцип, как сделать женское лицо. Так, погнали разбираться, в этом нам поможет Ликбокс и поможет нам вот эта вот болванка, Демо Хэд. Вот есть базовая такая голова, ZBrush, и давайте рассматривать, чем она нам может помочь сделать нашего женского персонажа. Так, погнали. Возьмем теперь кисть Moff Topology и будем просто экспериментировать и уже изучать строение головы и как меняется внешность персонажа. Первым делом, что есть лица квадратные, есть овальные, есть круглые, есть округлые, есть прямоугольные. И вот от этого тоже нужно начинать плясать. Допустим, нам нужно квадратное лицо. Вот вытягиваем скулы, вытягиваем, пардон, вытягиваем челюсти, вытягиваем скулы и вытягиваем лобные вот эти кости на один почти уровень. Вот у нас тип лица квадратный. Теперь, что можно сделать? Смотрим вот за углом именно от лба кончику носа и от кончика носа до подбородка. Это тоже влияет на изменение внешности персонажа. Если мы, допустим, уведем чуть-чуть подбородок или вытянем его вперед, а нос немножко приподнимем и опять же можно приподнять выше глаза и посмотрим, как меняется внешность. Вот чуть-чуть кривовато, вот так где-то вытянем и чуть-чуть подкорректируем. Сейчас я глаза пока отключу, чтобы они нам не мешали. Вот получается вот такой персонаж. Следом, на что нужно обратить внимание, это уши. Уши, они бывают приближены к черепу и бывают оттопыщены. Бывают вытянутые, бывают толстые, тонкие, большие, маленькие. Очень много вариантов ушей. Если уши сделать вот так, чуть-чуть побольше, вы видите, что и болванка меняется и появляется новый персонаж. Что можно сделать? Опять же, высота ушей. Если мы поднимем уши чуть-чуть повыше, вот так, то уже меняется и персонаж. Следом, что нам может помочь, это череп. Череп строение тоже имеет разное. Есть вытянутые, есть сплющенные, всякие есть. Это вы можете посмотреть в интернете. Давайте сделаем тонкий череп, тонкую шею. Вот так вот. Вот вы видите, что персонаж уже опять изменился. Сделаем потонше шею и можно ее немножко вытянуть. Длинную шею сделать. Шеи бывают короткие, бывают люди вообще без шеи. Да-да, кстати, такие есть. Что еще можно сделать? Опять же, скулы. Скулы могут расположены быть очень впереди. Если их вытянуть, то получается еще один вариант персонажа. Даже с малыми изменениями, конечно. Что еще можно делать? Это губы. Губы тоже бывают разные. Тонкие, толстые, большие, маленькие. Если сделать маленькие губы, вот вы видите, что персонаж меняется. Если сделать губы большие, то персонаж уже почти Анджелина Джоли. Так, носы. Разбираемся с носами. Носы тоже имеют разную форму. Они бывают картошкой, бывают острые, бывают вот так вот толстые. Вот здесь вот переносится, бывает широкая, бывает узкая, вот так вот. Давайте поставим широкую. Вот уже опять другой персонаж. То же самое дело по глазам. Глаза маленькие, глаза большие. Глаза глубоко посаженные. Вот где-то, допустим, вот лобные вот эти вот кости вперед поданы, а скула уходит чуть-чуть вглубь. Вот так. И глаза уходят вглубь. Вот получается еще один персонаж. Если сделать другой тип лица, допустим, давайте сделаем круглый. Вытянем вот эти скулы вот так. Таким вот образом. А здесь вот так. И челюсть немножко приподнимем. И череп немножко можно... Допустим, вот здесь череп вот на взлет пошел. А мы можем сделать вот такой вот череп. Вот так вот. А лоб можем подать еще выше. Есть высокие лбы, есть низкие. И вот получается еще один типаж персонажа. Можно сделать также овальное лицо. Вот так убираем. Скулы чуть-чуть уменьшаем. Уменьшаем немножко лобную часть вот эту. Делаем поменьше. И вот уже другой персонаж. Если мы посадим глаза чуть-чуть пониже. Вот так вот. Нос делаем поменьше. Курносый. Допустим, вот так. Вот уже вы видите, что персонаж опять поменялся. Уши, если прижмем, вот вам еще один вариант персонажа. Давайте с большими ушами сделаем. Очень хорошая заготовка. Поможет вам сделать именно хорошего персонажа женского. Так, лоб чуть-чуть вот так вот уведем. Глаза чуть-чуть вот так уберем. Нос сделаем. Вот если нос сделать вот так побольше. Вы видите, насколько опять поменялся персонаж. Так, Ctrl-Z. Ну, давайте гречанку какую-нибудь сделаем. Вот здесь вот переносицу сделаем повыше. Вот так вот. А нос сделаем вниз вот так уведем. Есть такие носы. И немножко сделаем тоньше. Вот эти вот носовые пазухи тоже уведем. И немножко припустим. И сделаем меньше переносицу. А вот эту косточку чуть-чуть потолще. И вот здесь сделать тоже можно потонше. Вот уже еще один вариант персонажа. Опять же, поможет нам в этом создании персонажа эта мимика. Это вам нужно будет изучить мышцы. Может быть, я все как-нибудь сниму ролик именно по мышцам. Вот если удивление, то лобные вот эти вот, где нос, идут вот здесь вот мышцы, веки. И вот они приподнимаются. Вот верхняя часть уходит к верху. И немножко припускаются вот эти части. Скулы вот эти. Вот так. Вот уже удивление. Уши тоже уходят вниз при удивлении. Вот эти вот именно верха. Вот так вот. Вот это будет удивление. Вот это будет прищуренный взгляд, допустим. Вот так вот. Вот так это все делается. Уже хитрый взгляд где-то вот в таком плане выходит. И вот, даже не лепя болванку, не лепя персонажа, можно его именно подобрать, именно зная вот эти вот все особенности строения носа, губ, ушей, черепов, глаз и так далее. Все, что присутствует. Вот здесь вот можно еще вытянуть. Можно сделать любого персонажа. Но персонаж будет неполный, если ему не подобрать прическу. К каждому типу лица подходит именно определенная прическа, которая именно лицу подходит или не подходит. Нельзя круглому лицу сделать короткую стрижку, это будет не очень смотреться. А если круглому лицу сделать пышную прическу, такую вот именно средней длины, то уже персонаж будет смотреться. Давайте сейчас что-нибудь поднакидаем. Нажмем Append и по-быстренькому так варганим какую-нибудь прическу, не прибегая к кистям или не будем их делать, потому что ролики есть уже по этой теме, как сделать прическу. Смотрите, переключаемся на сферу. Заходим в геометрии, опять же, Dynamesh. Ну и сайзом немножко все это дело вот так уменьшим. С помощью MOV и Gizmo перетянем все это где-то вот сюда. Теперь следом делаем два дубликата. Вот эту часть вытягиваем. Эти пока отключим саптулы. Ну и вот за квадратик красный уводим вперед мышку. Уменьшаем, прибавляем. Вот так вот все это дело делается. Немножко перекрутим. Поставим вот так, еще немножко вытянем. И с помощью MOV Topology все это дело вот так вот подкорректируем здесь. Вот так вот. Включим X-симметрию, чтобы тянулось хорошо. Вот так все сначала с X-симметрично протягиваем. Здесь где-то прибавляем объемчику. Где-то здесь уменьшаем. Все стандартно. Все по прошлым урокам. Как работать с кистями. Теперь все это дело можно вот так вот вытянуть. Завести где-то вот сюда. И немножко вот так припустить. Вот таким вот образом где-то расширить. Дравсайз можно использовать побольше. Где-то приподнять. Где-то припустить. Ну и сделать дайномеш. Можно это все еще выгладить. И вот так все это дело подставить. Где-то вот таким вот образом. Немножко даже можно на эту сторону вот так вот перевести. Чтобы смотрелось. Переключимся на другую сферу. Вот так. И с помощью MOV вот так ее перетянем чуть-чуть вперед. Теперь все это сплюснем. Вот таким вот образом. Ну и дравсайз чуть-чуть поменьше. Опять же включаем X. И немножко вот так все это дело здесь. Корректируем. Вот так типа спускается по голове. Это будет типа полубокс. Бокс. У женщин я забыл как называется. Хотя сам учился на парикмахера. Уже давно этим делом не занимаюсь. Не мое. Ну так вот понятия еще какие-то остались по прическам. Вот такая штука. И немножко наверное еще побольше ее подсадить вниз. Вот так вот где-то. Словом по черепу. Ну и еще на одну сферу переключаемся. И можно ее вытянуть вперед. Опять же уменьшаем ее. Вот так вот ставим видимость саптулов. Включаем. Немножко вытягиваем. Переключаемся. И здесь уже без симметрии. Где-то зима-лето. Так. Меня немного отвлекли от процесса. Телефонный звонок. Так. Теперь все это дело давайте перевернем. Немножко опустим. Вот так вот. И теперь без симметрии вот это все постараемся немножко подкорректировать. Драпсайз можно даже поменьше поставить. Вот так все это дело вытягиваем. Корректируем. Вот сюда вот подставляем. Здесь уменьшаем. Здесь придавливаем. Вот так вот. Здесь еще вот таким образом. И вот так потихоньку моделируем челку. Кое-где прибавляем. Где-то уменьшаем. Вот таким вот образом. Ну и чтобы она не залазила на саму прическу. А именно было вот тут вот где-то. Именно хотя бы по росту волос чтобы шла. Вот так вот. Ну и делаем всему этому Дайна Мэш. Кое-где можно ее подгладить. Где-то уменьшить. Где-то вот так еще подтянуть. Ну и где-то придать более естественный изгиб. Вот так вот. Здесь поменьше. Можно даже по лицу ее пустить. Как будто она лежит на лице. И вот так вот топорщится. Это уже драпсайз побольше. И вот так немножко прижать. Где-то вот таким вот образом. Чуть-чуть вбок отвести. И немножко в эту сторону. Вот так вот. Ну опять же как сделать можно развивается на ветру. И все это дело. Вот такой вот персонаж получился. Вот так вот. Тришка здесь вот. Можно добавить короткий волос. Челку немножко. Вот попышней. Вот так вот где-то. Чтоб смотрелось. Таким вот образом. И немножко где-то попрямять. Где-то придавить. Вот так вот. Вот такой вот персонаж на скорую руку получается именно с заготовки, с болванки в ликбокс. Повторюсь, она находится вот здесь. Также можно вот ребенка делать. И вот использовать мужской тип лица. С ним тоже работать. Ну и также поможет хэпплэнс. Вот эти вот болванки. В прошлых роликах я уже показывал, как с них начинать лепить. Таноса или еще что-то. Любого персонажа уже можете сделать своего. Не забывайте про анатомию лица, про мышцы лица, про построение именно черепа. Вот так вот носов. Вот так поменьше. Губ. Ну и ушей. Вот теперь почти индианка. Индейцы вот так вот выглядят. Кстати, надо сохранить. В планах у меня сделать индейца. И, кстати, опять помог ролик. Именно с типажом. Вот таким вот. Можно прибавить лоб. Где-то увести так. Приподнять, утянуть глаза. Где-то прибавить скулы. Ой, ё, уже китаец. Да, ядрить, копать. Сколько вариантов именно с одной болванки. Всё. Всем пока. Надеюсь, эта информация вам как-то будет полезна. Лайк, дизлайк, как обычно. Всё. Всем до свидания. Пока. Пока.